Вот расскажи свою историю. Когда ты прошла семинар? В сентябре. Первый был в сентябре. У меня малыш, ему 6 лет. Но я не работаю с ним каждую ночь, ну, по неважно каким обстоятельствам. Да, я работаю через ночь. То есть ночь я работаю, ночь я отдыхаю. Все замечательно, значит, мы с ним дышим, я там чувствую какие-то определенные движения и так далее. Ну, как всегда у нас у мамы... Что-то изменилось, пока ты вот это делала? Ну, самое большое и самое яркое, это то, что он стал лежать на спине. Он никогда раньше, ну, редко-редко, он обычно лежал на бочку, да, спал на боку. А сейчас, когда мы, допустим, ложимся читать книжку, он говорит, мам, можно я буду лежать на спине, на спинке, как он говорит, да? То есть он стал любить лежать на спинке. То есть он я же, значит, там, и начинает что-то своими руками там. А раньше он все время на бочок, так, клубочечком, и это самое. Вот. И как мамы всегда расписывают программу, да, реабилитации своего ребенка, там, вот тогда-то у нас массаж, тогда-то ЛФК, пришло время, значит, заниматься у нас ЛФК. Пришел инструктор, и она стала делать ему массаж. Вот личный опыт как есть. Значит, как раз первый день, когда она сделала массаж, я в ту ночь не работала с ним. На следующий день она сделала, и вот в эту ночь я с ним начинаю работать, я села, и я не поняла. То есть у него грудная клетка как асфальт. Понимаете, девочки? То есть если я чувствовала, там, у меня где-то проваливается что-то, какая-то спастика, что-то куда-то бегает там и так далее, то я так сидела час, вот так с открытыми глазами, но не то, что не шевелилась, я пыталась вот под его дыхание живота вот так вот с ним работать, потому что грудная клетка просто закаталась в асфальт. Вообще никак. И только через час, обычно мне хватает 40 минут. Вот 40 минут, и я уже слышу, у него там побежало, вот эти ежики отсюда сбежали, там что-то провалилось. 40 минут мне хватало. Ну, я так рассказываю, как свои ощущения. Я не могу... Ну, у каждого свой образ. Да, оплачить это в более такую приемлемую форму. Вот в тот раз мне пришлось работать час с открытыми глазами, пока что-то начало шевелиться. И еще полчаса я потом, значит, с ним дышала. И вот на следующий день пришел инструктор, я сказала так, все, ЛФК, пожалуйста, массажник. То есть это я вот реально прочувствовала на своем ребенке своими собственными руками. А у вас пастика была? У нас есть. То есть у нас, ну, не для Надежды Леонидовны, у нас пастический тропорез. Так представить, да, да. Почему не для Надежды Леонидовны? Для меня нету разницы. Для меня есть спастика. Как его назвали, это Бога ради. Но спастика в любом случае есть во всем теле. Это не отдельно взятая часть из отдельно взятого, не знаю, там тела. Оно все вместе, и вы тоже это сейчас понимаете, что оно все вместе, оно едино. Одно за другим тянет свое. И тут важно для себя понять, что какая разница, как называют. Мы, можно вообще на самом деле ДЦП дать тысячи разных вариантов названий. Но мы все равно даже этими названиями не определим каждую систему этого напряжения. Потому что каждый ребенок, он отличается от предыдущего вообще всех. То есть для каждого ребенка нужно дать еще определенное вот такое состояние, а это вот это. И разницы на самом деле нет, потому что нужно выстраивать все тело. За внешней спастикой есть внутренний спастик. И тоже ты для себя сделал открытие. Что? Вот теперь мы поняли, да? Про левое и правое? Да. Можно здесь пока, я не забыла. Может быть она 40 минут работала, с учетом сегодняшнего семинара. Она просто пинком пыталась открыть дверь. Она говорит, я пыталась даже нажимать, поэтому не открылась. Нет, 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 у нее ручки нормально. Я не нажимала, нет. Ну это значит к официальной медицине. У нас здесь пластический торопорез диагональный, да? То есть у нас хуже вверх с левой стороны и хуже правой. Да. И я все время думала, значит, что у нас левая сторона сверху хуже, чем правая. А вот теперь у нас выяснилось, что у нас внутренняя спастика с правой стороны больше за счет этого проявления. То есть рука у него лучше, да, внешне. А внутренняя спастика с левой стороны у него меньше. И из-за того, чтобы он не свалился, его не перекосило, у него левая рука выкручивается вот так. То есть получается, как бы мы приходим, вам говорят, у вас слева хуже, а в итоге получилось, что у нас справа хуже. Это я вам сейчас еще покажу, прямо сами на себя испытайте. Как все завязано прикольненько. Вот почему ты правой рукой таскаешь, да, а левая рука вообще каменная, как бетон. Спасибо. 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 Спасибо.